Уважаемые зрители, подписчики моего канала, также случайные зрители, не забывайте подписываться. Сегодня мы разберем по полочкам, чем отличается Redmi K20 от Redmi K20 Pro. Все слита много информации и мы по колоночкам разобьем каждый пункт, начиная от дисплея, заканчивая цветами и всем-всем остальным. И сравним, чем же эти два аппарата отличаются и какой из них будет предпочтительней. Итак, давайте начнем с дисплея. Дисплей Redmi K20, 639 дюйма, разрешение 2340 на 1080, а это будет OLED-дисплей. Redmi K20 Pro, 639 дюймов, 2340 на 1080, 19,5 к 9 соотношений, это тоже OLED-дисплей. Здесь пока все одинаково. Далее идем к центральному камню на K20, Snapdragon 730. Это такой предфлагманский процессор, продолжение 710-712 Snapdragon. Очень отличная линейка, предфлагманская, отличающаяся тем, что они не очень дорогие. Это очень здорово. Redmi K20 Pro, Snapdragon 855, то есть абсолютно топовый, построенный по 7-нанометровому техпроцессу. Ну, самый-самый крутой. И здесь вы уже видите конкретное отличие, да, здесь ставим галочку на Redmi K20 Pro. Далее приближимся по камерам. Основная камера K20, 48 мегапикселей, это Sony IMX 586, апертура f1.7. Redmi K20 Pro, 48 мегапикселей, Sony IMX 586 и это тоже апертура 1.7. Здесь все пока великолепно, идем ровненько. Значит, широкий угол, широкоугольная камера на K20, 13 мегапикселей, f2.4 на K20 Pro, 13 мегапикселей, f2.4. Тоже в ровне, удивление, да? Также телекамера на 8 мегапикселей, f2.4 и на следующем телефоне 8 мегапикселей, телекамера на f2.4. Смотрите, по фотокамерам пока что интересная информация, потому что она, по сути, одинаковая. И это очень здорово, очень здорово, потому что телефоны будут отличаться по цене. Фронтальная камера 20 мегапикселей, апертура f2.0 и на K20 Pro 20 мегапикселей, f2.0. Опять идем в ровень. Батарея на K20 4000 мАч, это, наверное, самая оптимальная батарея, которая сейчас ставится на все Redmi, это нормально. И зарядка 18 Вт. Redmi K20 Pro 4000 мАч и зарядка на 27 Вт. Вот здесь опять мы чувствуем разницу, да? То есть на K20 Pro будет более быстрая зарядка. На K20 зарядка будет немножечко попроще, но все-таки она будет, ну, тоже быстрая. Сканер отпечатков пальцев. Значит, сканер отпечатков пальцев будет встроен в экран, и это будет седьмое поколение сканеров отпечатков K20. А в K20 Pro тоже будет сканер отпечатков пальцев встроенный в экран, и это тоже будет седьмое поколение. Здесь пока идем в ровень. Далее модули связи, порты и все такое. В K20 будет NFC. GPS, который китайцы, в общем, разрекламировали, какой-то суперкрутой двойной. USB Type-C будет. 3.5 мини-джек тоже будет, и это великолепно. И зарядка Quick Charge 4.0. Какой же набор в Redmi K20 Pro. Также NFC, также суперкрутой GPS, какой-то китайский, который работает только в Китае. USB Type-C, 3.5 мм джек и зарядка Quick Charge 4.0. Смотрите, здесь опять идем в ровень, и это отлично. Далее идем к цветам. Цвета на K20, красный, голубой и черный. K20 Pro, красный, голубой и черный. Здесь пока что все тоже идем в ровень. Друзья, давайте мы сейчас все увеличим это дело и посмотрим на эту картину сверху. Обозначим, что есть у K20 Pro и чего нет у K20. Как вы заметили, в течение этого обзора есть только две самые большие разницы, и меня они очень порадовали. K20 Pro будет топовый Snapdragon 855, Redmi K20 Snapdragon 730. А это хорошая отличная новость, объясню попозже именно почему. И вторая хорошая новость. Redmi K20 Pro зарядка на 27 Вт, а K20 на 18 Вт. Да, смотрите, если проанализировать эту ситуацию, то K20 скорее всего будет гораздо дешевле, чем K20 Pro. Это хорошая новость. Во-первых, это флагман, это флагманское состояние. Конечно, это не суперфлагманский процессор, это предфлагманский. Но все остальные характеристики остаются точно такими же. И мне кажется, K20 будет прям вообще крут за свою цену. Если вы хотите прям в игры поиграть, то можете брать K20 Pro, там 855. Но 730 тоже будет тянуть все, что нужно. Зарядка, ну ладно, там на полчаса ты будешь дольше заряжать свой телефон. Но, друзья, нужно ли вам это? Скорость, допустим, на 30 минут быстрее он будет заряжаться, но сколько вы переплатите? Самый главный вопрос пока что не раскрыт. Все-таки вопрос цены двух этих телефонов. У нас была слита информация, что где-то в районе 26 тысяч рублей или же там плюс-минус 400 долларов, меньше даже 400 долларов будет K20 Pro, скорее всего. А Redmi K20, какая у него будет цена, пока что непонятно. Друзья, такие новости на этот час. Совсем скоро будет уже презентация этих телефонов. Посмотрим и будет очень интересно. Подписывайтесь на этот канал, не забывайте про лайк. Пишите любой комментарий, что вы думаете по этому поводу. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока.